В зале Красногорского филиала Музея Победы собрались школьники и их родители, юнормейцы и волонтеры, окружные депутаты и представители администрации. В преддверии 79-й годовщины Великой Победы, в торжественной обстановке, пять юных граждан России получили свои первые паспорта. По сложившейся традиции, их ребятам вручил глава муниципалитета Дмитрий Владимирович Волков. Каждый раз, когда вручаешь, видишь волнение больше родителей, чем детей. Потому что, казалось бы, вы вчера были совсем маленькие, вас вот в пеленках носили, а сегодня вы уже перешагиваете очередную ступень событий своей жизни. И действительно, это другая ответственность. Ответственность, в первую очередь, заложенная в вас со времен дошкольной скамьи. И в дальнейшем вы должны всегда быть примером своих родителей. Среди пятерки тех, кому посчастливилось получать свои главные документы в Красногорском филиале Музея Победы, и семиклассница Маргарита Ротер. Девочка еще не определилась, какую профессию выберет для себя в будущем, но успешно занимается в музыкальной школе, играет на балалайке. А еще уже пару лет состоит в детско-юношеском движении «Юнармия». С увлечением участвует в различных военно-патриотических мероприятиях и помогает ветеранам. Поэтому сегодняшний день для нее стал поистине праздничным и очень ответственным. Это очень знаменательный день для меня, потому что вручение паспорта – это большой шаг в большой мир, в огромный мир. Появляются новые права и обязанности. Я теперь за свои поступки должна отвечать сама, а не родители за меня. С напутственными словами перед ребятами также выступил заместитель председателя окружного совета депутатов Богдан Анриянов. А победитель муниципального конкурса чтецов Артем Григорьев проникновенно декламировал стихотворение Николая Глазкова о подвиге героев Великой Отечественной войны. О счастье не могло быть речи, когда, чтобы не страдать в плену, народ страны взвалил на плечи на Антечественную войну.